Дорогие друзья, сегодня хочу я вам зачитать один репост Владыки Петерима Творогова Рязанского, который в группе ВКонтакте я увидел. Какой чудный отзыв о нашем молодежном форуме написал замечательный русский писатель и поэт, участник специальной военной операции «Мой бесценный друг» и соратник Алексей Шорохов. Епископ Феофан предупреждал. «Предупреждал. Слышно, что в Питере и у вас, в Москве, немало лиц, которые не благоволят к войне и даже к самому заступничеству нашему. Это должно быть выродки какие-то, ибо я не вижу и не слышу, чтоб хоть где-нибудь было какое колебание в народе и среди всех провинциалов, есть и тут лица с высшими взглядами. Но и это, все грошовый народ, их прозвать надо б на баши-бузуками за то, что, не желая войны, желают братьям нашим оставаться в статус-кво. А это то же, что оставлять их под тиранством баши-бузуков». Дальше пишет Владыка. «Спустя творогов, спустя полтора столетия, мало что изменилось в Отечестве нашем, и теперь уже епископ Петерим говорит. «Ты увидел еще, увидишь позор обеих столиц, смеющихся тебе в глаза, танцующих на костях твоих погибших друзей, орущих шаманские песни в лицо безумной толпы, где могут оказаться твои друзья, жена и дети. Господь даст тебе бич, чтобы ты выгнал из всех русских больших и малых городов разратную иродиаду, ее танцующую дочь Соломею, упивающихся кровью святых». Вы знаете, я не смог удержаться, чтобы не поблагодарить Владыку. «Наконец-то Владыка сказали первым про ужас в их канале, устроенный орущим шаманом вчера на Красной площади под названием «Победа». И наш народ под дуду бесовскую нашел кумира в этом отпрыске дьявола, выступающем без стыда, одурманивающим не только нашу молодежь, но и их родителей, не ищущих ни смысла своей жизни, ни Бога. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что после этого события обязательно Господь пошлет суровые нам испытания, которые уже, кстати, и идут. В Украине Церковь Господь упразднил, и у нас может такое случиться, если народ не опомнится, и, похоже, что не опомнится, и станет орудием гений из гениев, антихриста по пророчеству святителя Игнатия Беренчанинова, осуществившего идею о всемирной монархии». Субтитры создавал DimaTorzok